здравствуйте сегодня у нас день великого полива великого пиршества для пеларгоний мы сегодня поливаем снимаем вот с этой стороны висячие пеларгонии ампельные хорошенько их обчесываем расчесываем и кормим поем устанавливаем такие емкости поливаем с подкормочкой некоторые хитрые действия я с ними произвожу сейчас расскажу вот допустим у нас сорт по клевокроуз очень хорошо ветвиться красивый но вот веточка у него пошла вперед началось уже цветение есть еще множество всяких бутончиков ну вот хочу сделать вот такую вот хитрую прищипку прищипную самую макушечку а вот этот цветоносик оставлю таким образом теперь цветонос станет самой высшей точкой а как известно все восходящие потоки стремятся подпитать именно верхушечную точку роста самую верхнюю поэтому все силы сейчас пойдут на этот цветонос и он быстро распустится и также точно вот на этой веточки вот я убрала здесь макушку и вот здесь вот тоже самый центр я уберу а здесь будет два цветоносика и они быстрее распустятся соответственно вот эти вот веточки боковые начнут более интенсивно расти вот здесь тоже вот так вот зачаточек цветочка кисточка а вот это вот центральный побег продолжение побега вот его я выщипываю а вот эта кисть цветочная будет дальше развиваться и вот эти листики поскольку здесь нет продолжения роста рост вынужден будет продолжиться из вот этих вот боковых побегов и кустик станет более еще кустистым и пушистым теперь вот здесь вот такие листья крупные они как бы старые перенесли много неприятностей своей жизни таких как засушивание охлаждение большое это еще в той теплице в зимней были листья поэтому я их удалю максимально по возможности кроме того вот этот вот лист вот этот вот и вот этот побег они из одного места то есть пазухи вот этого листа вырос этот побег чтобы он лучше развивался не затенялся я удаляю этот большой лист не очень удобно одной рукой делать но сейчас на вот эту висюлечку я побег закреплю листиками зацеплю за нее и он будет более менее вот так вот смотрится ну вот здесь тоже самое эту операцию я произвожу так походя быстренько чего увидела быстренько ненужная обломила листики тут кое-какие страшненькие убрала почистила кустик таким вот образом вот еще у нас тут тухой немножко тут какой-то некрасивый лист уже ну вот более-менее вот уже можно смотреть через некоторое время буквально через недельку этот кустик уже не узнать будет будет еще лучше ветвиться хотя этот сорт сам по себе хорошо ветвиться это поклевок роуз очень пушистенький нарастает вот если мы не из нижние листья убираем значит мы даем осветляем основание кустика и даем возможность развиваться вот этим нижним побегом а сейчас мы это все дело хорошенечко увлажняем я горшки устанавливаю в поддон чтобы раствор питательный спокойно мог выйти и остаться в этом поддоне надо экономить удобрение потому что тот раствор который проходит сквозь горшочек сливается излишки и их опять сливаю и по новой следующую партию растений поливаю в итоге у меня какая-то часть растений то есть я какая-то часть раствора работает как бы дважды потому что не все не все питание успевает осесть горшки только какая часть влаги задерживается в горшке там питание оседает а излишки вытекают они такие же питательные практически концентрации там и не меняется даже я бы сказала она изменяется в лучшую сторону потому что промывка субстрата идет из горшка вытекает водичка и немножко постоят вот так водички напитается коллоиды почва грунта набухнут питают себя влагу и потом я их переселю переселю в другую теплицу а переселяем мы вот сюда вот вчера набили вот такие вот полки по крыше и переезжаем освобождаем из той большой цветочной теплицы освобождаем потолки по другие культуры а пиларгонии ампельные и фуксии переезжают сюда не только ампельные здесь у нас есть королевские и зонартики после причесывания такой красивый зонартик стал аккуратненький когда декабрьский нет это осенний черенок пересадили вот дали объем побольше один литр у него проснулась множество боковых почек вот множество будет такой огромный куст это юникорн зонартик роуз самый шикарный зонартик и легкий из всех и вот снизу проснулись почки и весь он будет огромный такой хороший пушистый шар он даже уже пробудил цветоносик вот один скромный цветоносик там вот еще один закладывается я вижу в общем будет красавчик вот такой вот он красивенький стал теперь горшочек немножко потяжелел после поливки после подконки все будет хорошо ему понравится вот такие королевки горшки у них не для ампелей просто горшочек технический но имеет такой бортик и за который можно вот эти вот лишь вишала вот эти цеплю подвесы эти можно зацепить они хорошо снимаются хорошо одеваются и держат хорошо таким образом кустик получает равномерно освещение горшок технически имеет хорошие дренажные отверстия и перелив ему не грозит они сейчас хорошенько у нас пропитались влагой но просохнут дня через четыре точно ну думаю вот дня на 3 на 4 им полива этого хватит так вам придется помогать поливать сейчас солнышко уже ярко активно вот так густо населяется теперь потолок этой теплицы эта теплица у нас для томатов здесь я уже высадила томаты кроме этого еще расставляются стаканах разная рассада однолетних и многолетних цветов на свободные места все встает пока помидоры еще небольшие они поднялись хорошенько мы еще даже не подвязывали мы сажены буквально дня три назад он уже достаточно хорошо себя чувствует уже адаптируется первый раз уже был полив у них ну вот сегодня у нас такая большая при большая работа пиршество для пеларгоний и переезд на новое место жительства на этом на сегодня все до свидания